Инстинктов у животных не существует. Великий обман инстинкты у животных. На самом деле животные разумные как люди, а инстинкты это сумасшедший бред и неправда. И на самом деле у слова разум тоже нет значения. Животные умные как люди, а у слова разум нет значения, а инстинктов не существует. Люди это животные обезьяны, и все животные умные как люди, и животные не изобретают только из-за строения рук. У людей строение рук позволяет пользоваться предметами и изобретать, а у других животных мало изобретений из-за другого строения рук. Еще в школе на уроке биологии проходит сумасшедший бред, тупость в ней проходит. А могли бы на уроке биологии что-то умное проходить, как в математике, но проходит только сумасшедший бред и тупость. И еще один обман. То, что вселенная бесконечная. Вселенная конечная и имеет форму шара. Произошла в результате большого взрыва и расширяется. А те, кто говорят, что вселенная бесконечная, невероятно тупые. Еще я хочу рассказать, что есть змея, которая подружилась с хомяком и не съела его. Инстинкта самосохранения не существует. Самоубийцы есть. И вы так же, как ударить себя, не сможете разбить компьютер. Это инстинкт компьютеросохранения. Это обман. Инстинктов не существует. Еще птицы-шалашники строят здания, такие же, как здания людей. Причем птицы по научной классификации входят в состав пресмыкающихся. Кроме шалашников, есть множество других птиц, которые строят сложные разные строения. Еще насекомые ощущают удовольствие с помощью дофамина, как и млекопитающие. У насекомых в мозге такие же гормоны, как в мозге людей. И муравьи выращивают тлю. В русской википедии невероятно тупые авторы и администраторы написали ужасную неправду про людей и животных. Там написано ужасная неправда. И живыми организмами должны считаться только животные, у которых есть нервная система и сознание. А растения, бактерии и грибы – это не живые организмы, просто организмы.